ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Он казался, если не родственником, то уж точно хорошим приятелем. К звучанию его голоса в каждом доме привыкло не одно поколение советских людей. Его пародировали, критиковали и обвиняли в комментаторских штампах. На самом деле, в истории Николай Озеров остался непревзойденным мастером экспромта. Ведь именно его фраза, с досады произнесенная и прозвучавшая на всю страну, вошла в обиход сразу нескольких поколений болельщиков. «Нам такой хоккей не нужен». Через много лет любимое дело, которому Озеров отдал большую часть своей жизни, ответит ему похожими словами «Телевидению такой Озеров не нужен». Постаревший и больной Озеров не вписывался в современное телевидение. Он не собирался уступать свое место в комментаторской кабине, надеясь, что его опыт пригодится молодым. Возможно, это была его ошибка. Уходить надо вовремя и красиво. Уволить великого Озерова – это было бы слишком. И новые начальники сделали все, чтобы Николай Николаевич почувствовал себя чужим в родных Останкинских коридорах. Можно было бороться, доказывать, требовать. Но сил на эту борьбу у Озерова уже не было. Николай Николаевич покидал Останкинские стены с болью в сердце. Осень 96-го. У Николая Николаевича Озерова остаются последние полгода жизни. И этот близкий уход – не секрет для самого бывшего комментатора. Помимо болезни, у народного артиста России есть еще одна незаживающая рана – телевидение. Ослабевший и едва узнаваемый в интонациях, Озеров переживает последнюю драму своей жизни – одиночество, в котором он очутился с окончанием комментаторской карьеры. Но не было его кабинета, не было репортажей. Это как-то вдруг сразу оборвалось. Человека еще в полной силе вырвали из этой среды, которую он создавал. Это было очень трудно пережить. Я думаю, тогда была первая такая, первый рубец. Он был тогда. Закончилось время Озерова. Не просто время, эпоха, поскольку не одно поколение советских людей проживало с этим голосом целую жизнь. Как невозможно себе представить великую отечественную без голоса Левитана, так нельзя представить себе время 50-х, 80-х без голоса Озерова, без его страсти, азарта и неповторимого тембра. Астрица опять атакует. Корнер посылает на штрафную площадку. Есть опасное положение. Ура, потом. Яшер, яшер, яшер. Тоже можешь выручить команду. Только яшер. Заслужить, чтобы большие поэты писали про тебя стихи, это дорогого стоит. А про Николая Николаевича пелись песни. Добрынин в свое время написал, и в Лужниках громко звучала песня. Дядя Коля Озеров, комментатор наш, из дворца Ледова вел свой репортаж. И зал подхватывал и пел. С ним невозможно было сидеть на стадионе, потому что все, если было там мальчишки, они кричали, дядя Коля, дядя Коля, автографы. Ему не давали покоя смотреть спокойно в футбол. И взрослые приходили, и мальчишки приходили, чтобы у дяди Коли взять автограф. А я сидел рядом с ним артистом, ко мне никто не обращается, и я вижу, он показывает, что возьмите у него тоже, это великий футбол, рядом со мной стоит. Его голос знали все, дети их родители, и родители их родителей. Этот голос узнавали с первых слов, говорит и показывает, разносящихся по миру из комментаторской кабины. 40 лет он вел репортажи со спортивных матчей в самых разных точках планеты. Это его, его, даже озеровский голос, знаете, он и до сих пор звучит. А тебе какой хоккей там не нужен? Или говорит, или показывает Торонто. Наш микрофон установлен, и так далее, и так далее. Знаменитая фраза прозвучит из уст Озерова во время хоккейного матча СССР-Канада в 1972 году. Канадские профессионалы на поле затеяли драку. Ведущий свой репортаж прямо от бортика Озеров не знает, как реагировать. Критика канадцев может вызвать недовольство начальства, а то и вовсе иметь политические последствия. Но молчать тоже нельзя. Скандал разрастается с каждой секундой. После раздумий Озеров выдает в эфир. Нам такой хоккей не нужен. Начальство довольно, аплодисменты, занавес. Проходит год. Идет матч сборных СССР и Чехословакии. Драка страшнее, чем с канадцами. Озеров опять в замешательстве. Пауза и вдруг с галерки доносится. Николай Николаевич, нам такой хоккей не нужен. Кроме этой знаменитой фразы, визитная карточка Озерова, его фирменный знак, это раскатистый крик. Гол! Советские спортсмены открывают счет. Сегодня в это трудно поверить, но на то, чтобы решиться опробовать в эфире кажущийся порывом души выкрик радости, Озерову потребуется почти год подготовки. Он знал, что каждое слово надо взвешивать. Он его с руки на руку, как горячий блинчик перекатывал. Можно, нельзя. И вот к этому голу, который он слышал еще где-то в Америке, в Южной Америке, на футбольных полях, на Маракане, прислушиваясь к комментаторам там, зарубежным, латиноамериканским, вот этот гол ему понравился. Но у нас страна, где в эфире, в прямом эфире говорили только комментаторы, вот так остальные читали по бумажке. Это было, в общем-то, где-то опасно. И Николай Николаевич все-таки осмелился. Начальство реагировало, как правило, так. Ну что он там зашелся? Ну забили, подумаешь, чего орать-то? И ему всегда говорили, поспокойнее, поспокойнее, Николай, не забывайте, что среди наших болельщиков есть и пожилые люди. Все прекрасно знали, каких старых людей стремятся избавить от излишних волнений. Говорят, что однажды в перерыве матча СССР-чика Словакия Озерову позвонил председатель гостелерадио Лапин и предупредил. Матч по телевизору смотрит Брежнев и очень волнуется. Ты, Коля, комментируешь слишком эмоционально, нагнетаешь страсти, поменьше эмоций. Это просьба Леонида Ильича. А то он, говорят, хватается за сердце. Одного начальство не понимало. Хоккей – тот же театр. А на сцене ровными и бесстрастными голосами не разговаривают. 20 секунд оперального свиска. 20 секунд, и сборная команда Советского Союза будет олимпийским чемпионом. Он великолепно знал спорт и хорошо в нем разбирался. Ровно настолько разбирался, насколько это может быть любопытно дилетанту. Он не отягощал свои комментарии, свои репортажи какими-нибудь занудливыми рассуждениями специалиста. Он любил его и знал его. И в то же время он был артистом, и он мог это преподать хорошо. И поэтому его репортажи были, в первую очередь, артистичны. Выпускник Государственного института театрального искусства Озеров будет выступать на сцене МХАТа около 30 лет. Сыграет свыше 20 ролей. Но самая знаменитая роль Николая Озерова «Хлеб» в сказке Миттерлинка «Синяя птица». Его самая любимая сказка, так похожая на его жизнь. Сын известного тенора Большого театра Николая Озерова и брат будущего знаменитого кинорежиссера Юрия Озерова, выросший в артистической среде, Николай Озеров-младший, унаследует от отца артистическую легкость. Хорошо поет, играет на рояле, даже выступает в малом зале консерватории. Ему пророчат будущее талантливого пианиста, но этим предсказанием не суждено сбыться. Подлинную, союзную известность Озеров приобретет как спортивный комментатор. И звание народного артиста РСФСР, мечту артистов и драматических актеров, он получит именно в этой профессии. Однако любовь к музыке останется с ним до последних дней. Буквально за три-четыре дня до смерти был спектакль «Балмаскарад» в Большом театре, и смотрю, он сидит в директорской ложе. Ну, его прямо на коляске подняли, там, по лестницам, и посадили. Вот. Я был потрясен. Я был потрясен. И когда закончился спектакль, он ждал меня, я пришел к нему, я говорю, Николай Николаевич, ну что вы, вам же трудно, зачем вы это делаете? Он говорит, а во что мне в жизни еще осталось? Служить любимой профессии до последнего вздоха, как мечтал, такой возможности у него не осталось. Вернее, эту возможность ему не оставили. Внешне это выглядело, как самый заурядный уход на заслуженный отдых. Но выход на пенсию Великого Озерова был добровольным только с виду. В реальности он оказался принудительным. Угрозы увольнения не было. То есть ему создали такие условия, вот это был вам 86-й год на телевидении, что он уже просто сам не мог работать. Его приглашали на программу «Время», записывали там, по-моему, в 5 утра. Он уже был пожилым человеком, да? Более четверти века Озеров провел на теннисных кортах, выиграв все возможные в стране награды. 45 раз он становился чемпионом Советского Союза. Но его былая теннисная слава до обиды легко забылась. Теннис тех лет не был олимпийским видом спорта, и поэтому не так занимал умы. На одной из встреч с телезрителями комментатор Озеров вдруг услышит вопрос. «Николай Николаевич, а вы когда-нибудь занимались спортом?» В замешательстве он не найдет, что ответить. А Озеров – это было одно из лучших. Это правда, это действительно так. Ну, вы представляете, многократнейший чемпион Советского Союза по теннису. Почему только Советского Союза? Потому что в то время его пускали в мир. Потому что я видела, с каким восторгом его встречали коллеги из-за рубежа. Уже, ну, уже когда он был в возрасте. Понимаете? Они-то понимали, как им повезло, что его тогда не было на тех кортах зарубежных. Звание мастер спорта Озеров получит за участие в акции, аналогов которой в мировом спорте нет. Осенью 41-го, когда немцы подходят к Москве, в столице остаются только три теннисиста. Чтобы показать, что город не боится врага и живет нормальной жизнью, их станут возить на мотоцикле с одного стадиона на другой, где они будут играть друг с другом. Эти встречи транслируются по радио на всю Москву. Вместе со званием мастера спорта Озеров получит продовольственную карточку научного работника, на которую будут кормиться все его товарищи. С тех пор так и поведется в его жизни. Свои заслуги он будет использовать для того, чтобы сделать что-то необходимое другим. А он любил людей. И вот это самое главное, мне кажется. Самое основное. Это его выражение лица. Приветливо, доброе к человеку, который к нему вошел. И неважно, человек этого он знал, знает или никогда не видел. Еще мальчишкой он неудачно спрыгнет с голубятни и повредит мениск. Два раза в год, в начале сезона и осенью, когда дает себя знать перегрузка, мениск будет выскакивать. Врачи будут удивляться. Совмещать теннисные нагрузки с такой травмой практически невозможно. Со временем Николай приспособится к боли в колене. Станет играть сначала с эластичным бинтом, а потом с наколенником. Иногда боль будет такой сильной, что Озеров на секунды теряет сознание. Но этого не будет знать публика. Актерское мастерство Озеров с успехом применяет даже на спортивных площадках. Его выход все равно обставлялся, как вот сегодня обставляется выход боксеров. Он шел отдельно, за ним шла свита. Обязательно мхатовцы знаменитые садились на одном из таких самых почетных мест. Причем все, как на подборы Янша, Станицын, Грибов, они все присутствовали там. Дама сердца обязательно выбиралась, ради которой он играл. Они менялись, потому что это не обязательно был роман. Просто ему надо было обставить все это по-театральному. И затем выходил уже Николай Николаевич. За теннисную карьеру Озеров соберет 170 чемпионских титулов. Могло быть больше. Известны случаи, когда Николай Николаевич, что называется, сливал игру, поскольку опаздывал на спектакль. К своему выходу на сцену он частенько влетал в театр за несколько минут, облачался в костюм и появлялся перед зрителем, еще не выйдя до конца из роли теннисной. Вряд ли такая стремительность перевоплощения шла на пользу театру. Вот трагедия в чем наступает? Когда ты в поиске, но еще не достиг пика своего творчества в том или ином деле. И ты начинаешь метаться, и там, естественно, когда за все, то не получится, чтобы сделать вздвиг. Взмак такой. Вот может быть, я не знаю, но у него в театре, я бы не сказал, что уж прям самый, но тем не менее он был очень уважаемым человеком. Он футболист, он теннисист и даже мхатовский артист. Не ведала история такого троебория. Кроме эпиграмм за свое стремление объять необъятное, за свой вечный поиск синей птицы, Озеров получает выговоры от спорткомитета. С формулировкой «распылял свое внимание и время на различного рода деятельность» в августе 1953 года Николая исключают из состава сборной команды СССР по теннису. Этому предшествует скандал. Озеров со сборов уходит в самоволку, ночует дома. Начальникам от спорта безразлично то, что у Озерова отец при смерти, и Николай не может оставлять маму одну. Он был ребенок, всю жизнь ребенок. Это отношение к маме. Это отношение к маме. Куда бы мы с ним ни поехали, набираешь Москву, там, алло, Москва, спроси, как мама. Пусть позвонят в редакции, пусть позвонят, как мама. В спорткомитете Озерову заявляют, когда тебе исполнится 50 лет, тогда и будешь артистом. А сейчас ты нужен стране, как теннисист. Обида на несправедливость будто прибавляет Озерову сил. В 1953 он выигрывает очередной чемпионат СССР по теннису и в возрасте 31 года покидает большой спорт. К этому времени, словно отвергая критическое «двум богам служить нельзя», в жизни Озерова существует еще один бог – микрофон. Первые пробные репортажи Озеров наговаривает с трудом, слова путаются, а язык не успевает ни за мечом, ни за игроками. Наставником Озерова становится прославленный комментатор Вадим Синявский. Год уйдет на стажировки и сдачу экзаменов в разных инстанциях. В ту пору получить право выступать у микрофона без текста было значительно труднее, чем сейчас. И вот 29 августа 1950 года Синявский, как всегда, включил микрофон, посадил рядом с собой Озерова и сказал, «А рядом со мной в студии заслуженный мастер спорта Николай Озеров, который вот сейчас вместе со мной и поведет этот репортаж». Озеров потом рассказывал, что с него под градом, что слова у актера, который выходил на сцену МХАТа, у него застряли в горле. Занятый поиском профессии, он забывает о личной жизни. Свою избранницу Маргариту он приведет в родовое гнездо почти в 50 лет. Когда дети спросят о причине затянувшейся холостяцкой жизни, Озеров будет отшучиваться. Папа всегда говорил, зато я вам какую хорошую маму выбрал. Мама же его ждала 16 лет. То есть они познакомились в 1953 году, а поженились через 16 лет. То есть ему просто все было некогда. Она его вот так любила и ждала. Мне кажется, что это на самом деле какой-то женский подвиг. Он все время куда-то бежал. Он все время пытался поймать свою синюю птицу. Причина столь долгого поиска той самой, возможно, крылась в драматичном случае, который произошел много лет назад с молодым спортсменом Николаем Озеровым. Он влюблен, он собирается жениться. От одного ее взгляда сил на корте прибавляется втрое. Но вскоре возникают проблемы. Ревность и подозрительность любимой портят все. Однажды за час до решающего матча в раздевалку Озерова откроется дверь, войдет она и скажет самую злую фразу, какую только могла сказать в тот момент. Все равно проиграешь. Весь матч он не сможет отделаться от этой фразы. Матч он проиграл. Незаслуженная обида и горечь поражения душили его. Он вернет себе чемпионский титул только через 4 года, а еще через 2 встретит ту единственную, на которой женится спустя 16 лет, Маргариту Петровну Озаровскую. И вскоре у Озерова родятся сын и дочь. Собрание «Летучка» было в редакции, и вдруг влетает Озеров, и Озеров двух слов связать не может. А, что? А, а, миксд! Миксд! Какой миксд? Что миксд? Оказывается, родился у него миксд. Мальчик и девочка. Но в теннисе, вы знаете, когда играют мужчина и женщина, это миксд. Миксд! Первые годы работы у микрофона Озеров комментирует в основном футбол. Яростный футбольный фанат Николай Николаевич всю жизнь болеет за «Спартак». Часто приходит на стадион, старается не пропустить ни одного матча, проходящего в Москве. И даже отдавая своей второй страсти музыке, Озеров остается болельщиком. Любит у нас грузинский футбол за техничность, импровизацию, желание атаковать. Большой театр, премьера. На сцене Елена Образцова и друг Озерова и такой же ярый болельщик Зураб Саткилава. В это время по радио транслирует матч. «Спартак» играет в Тбилиси. Я суфлюру говорю, слушай, ты знаешь, возьми транзистор и узнавай мне счет, какой счет. Думаю, как же это передать Николаю Николаевичу? Он сидел в третьем ряду, прямо по центру. Я ему показываю, мол, в нашу пользу. Лена Подмеган говорит, слушай, что ты там какие-то знаки делаешь? Я пою тебя, а ты там знаки, не отвлекайся. Я говорю, слушай, там Озеров сидит, я ему сообщил, что 3-1 выиграла Тбилисская дина, а чуть в обморок не упала. Николай Озеров сделает тысячи спортивных репортажей, которые будет вести в самых разных, порой экзотических условиях. Под проливным дождем, с дерева, с крыши киевского стадиона, из оркестровой ямы или окружающего поля рва. По звонку из Москвы он берет срочное интервью с трапой, едва совершившего посадку самолета, на котором сам же летел. Летчики отдалживают комментатору рубашку и галстук, а дорожное трико Озерова оператор старательно не берет в кадр. Все вспоминают, как на одном из соревнований по плаванию или по водному полу Николай Николаевич тоже бегал у бортика, увлекся, свалился в воду и продолжал вести репортаж, плавая в воде под хохот народа. Но случаев было много. 8 сентября 1972 года многие зрители так и не поняли, где находился в этот момент Озеро. Только что он транслировал футбол из Мюнхена и вдруг ведет репортаж с канадского поля. Четвертый матч знаменитой суперсерии СССР-Канада, после которой мир узнал имена Третьяка, Якушева, Харламова. Мало кому известно, что этот матч Озеров комментировал под монитор, находясь уже на Олимпиаде ФРГ. Но привыкшие к неповторимой восторженности Озеровского тембра советский народ и его генеральный секретарь не приняли бы замены. И пришлось инженерам трансляции изобретать телемост. Ванкуер, Мюнхен, Москва. Спорт у нас, власть наша любила, да. Брежнев очень сильно любил. И поэтому он всегда ходил на хоккей, так сказать, и нравилось ему, что папа комментирует, он всегда слушал. В 1958 году карьера Озерова оказывается под угрозой. Будучи во Франции в качестве футбольного комментатора, он случайно встречает своего тренера по теннису Анри Каше. Когда-то 14-летнему Коле Озерову здорово повезло. Он был принят в школу знаменитого французского теннисиста, которая тогда открылась в Москве. Именно Каше, предвидя будущее, произнесет. Из этого толстяка выйдет толк. Пройдет 20 лет, и за встречу с учителем Озеров чуть не лишится работы. В протоколе за номером 10 заседание Президиума Теннисной Федерации СССР значится. Товарищ Озеров сразу завел с Анри Каше дружескую беседу и даже пригласил его от своего имени в Советский Союз. Озеровым допущена явная политическая беспечность и безответственность. Установлено, что во время войны Каше активно сотрудничал с немцами. И были друзья, которые ему помогли в этот момент. Валентин Сергеевич Зорин, который в этот момент как бы вступился за него. Ну, действительно, это такая тяжелая ситуация в советское время была. Так же, как его, например, вызывали на телевидение, в первый отдел был такой. И говорили, почему вы скрыли от всех, что ваш дед был священник? А он говорил, а я не скрывал, меня просто никто не спрашивал. Из рода священнослужителей со стороны отца, из дворянского рода со стороны матери, Озерова не только допускают к микрофону. К 70-м годам он становится, можно сказать, государственным комментатором. Ему и только ему доверяют вести репортажи с крупных спортивных соревнований. Сегодня любители спорта поздравляют наших замечательных футболистов, которые своим мастерством, волей, выдержкой и талантов приумножили в славу нашего спорта. Мы говорим партия, подразумеваем Ленин. Мы говорим спорт, подразумеваем Озеров. Шутит Востанкино. При этом самому Озерову удается невозможное. Он сохраняет свою беспартийность. Почему государство простило Озерову его беспартийность? Потому что Озеров был незаменим. Даже были моменты, когда считалось, что Озеров слишком пропагандирует успехи советского спорта. Просто то было время, которое требовало Озерова. И Озеров этому своему времени и служил. Он был человек времени. В условиях цензуры, когда выделиться на ниве эфирного комментария было практически невозможно, Озеров принесет на экран свою версию спорта. Патетическую, декларативную, но при этом политически корректную. И миллионы людей примут и полюбят его таким. Порой Озеров сам искренне удивляется своей популярности. Однажды он случайно столкнется с Вячеславом Молотовым. Трепещая и смущаясь перед масштабами исторической личности, предложит подвезти Молотова на своем автомобиле. Каким же будет изумление Озерова, когда в конце поездки Молотов попросит у него автограф со словами, а то дома не поверят, что с самим Николаем Озеровым ехал. Он мне сказал однажды генерную вещь. Я говорю, Николай Николаевич, как вы популярны, как вас любят. И он мне сказал фразу, навсегда я запомнил. Он говорит, ура, если я месяц не появлюсь на экране, то тут же меня забудут. Он редко рассказывал о своих проблемах. Коллеги привыкли к образу жизнерадостного толстяка и любили подшучивать над его привычкой в столовой набирать два подноса еды и порой начинать трапезу с десерта. Мне было 50 лет, справляли мне, это был 85-й год, в ресторане «Космос», как сейчас помню. И стол был завален, и все лучшее, все лучшее. Значит, я подвинул там и всех, все подвинули Николая Николаевича и осетра, и поросенка, и все. И вдруг этот могучий человек заплакал. Николай Николаевич, что с тобой? Коля, что с тобой? А я это уже не могу, сказала. С возрастом здоровье Николая Николаевича стало ухудшаться. Обострилась давняя болезнь – диабет. Он старался не замечать недомогание, спасала работа. Спасала, пока не наступили новые времена. Не обзаведясь будущим, эпоха перемен безжалостно выбрасывала все, что было связано с прошлым, не щадя ни идей, ни людей. Озеров был олицетворением советского времени. Он так гордился победами наших спортсменов и прославлял отечественный спорт. Наступили времена, когда гордиться отечественным стало немодно. Немоден стал и Озеров. В общем, его так голыми руками не возьмешь, но писем пошел целый поток. Пошел написанных… Это была целая группа волков позорных, которые писали письма на Николая Николаевича, что он себя изжил, что его уже слушать невозможно, что он непрерывно ошибается, что он врет, что вот там брали какой-то шайбы там направо, а он налево, и вокруг этого целое вот письмо было. Чем старше становился заслуженный комментатор, тем свободнее заполнялись им любые паузы в эфире. И тем чаще болельщики практиковали просмотр телетрансляций с выключенным звуком. Он был действительно человеком своего времени. Столько восторженности, оптимизма, энтузиазма не было ни у одного комментатора ни до, ни после него. Его было принято слушать как музыку. Этот бодрый тембр завораживал и заражал. Была уже сирена! Сморная команда Советского Союза стала чемпионом Олимпийских игр! Но в те смутные постперестроечные времена восторг и вправду стал неуместен, уступив место сарказму. Все время говорилось, что да, вот народ прав, с озером надо прощаться. И Николай Николаевич был, я бы сказал, пинком изгнан из спортивного телевидения. Пинком просто. Вот прогнали человека и все. И Николай Николаевич ушел. Его ушли. Озерова, можно сказать, убрали те люди, которые его прославляли. Ведь, в общем, на том этапе еще существовал тот же самый Центральный комитет партии и те же, тот отдел пропаганды, который, собственно говоря, и выполнял те задачи, которые требовал от Николая Николаевича в пору его расцвета. Просто те люди переметнулись, а Озеров оказался незащищен. Его не только вынудят уйти с телевидения, его голос уберут из радиоэфира. В дни Московской Олимпиады в эфире впервые появилась новая передача «Спорт и песня». Она прозвучала 99 раз. Юбилейная, сотая передача не состоялась. Доброе утро, дорогие друзья. Начинаем нашу очередную спортивную передачу. Мы сделали вместе 99 выпусков «Музыка, спорт, музыка». Вдруг меня вызывают наверх. Это было ужасно, даже страшно это произносить. Конец 80-х, начало 90-х. И мне было сказано, передача остается, а ведущего вы должны поменять. Я говорю, я не понимаю, о чем вы говорите. Пришло указание сверху. Николая Николаевича в эфире быть не должно. Вы поняли? Я ушла. Не сказав об этом Озерову, передачу просто закрыли. Ему, любимому комментатору миллионов болельщиков, не позволят провести сотый, юбилейный выпуск программы «Музыка, спорт, музыка». И не разрешат комментировать финальный матч чемпионата мира по футболу 1986 года. Ему не позволят даже забрать вещи из своего кабинета. Вы знаете, я помню его кабинет. Никакие самые лучшие сегодняшние еврообои или покраска не может сравниться с этими стенами. Это были фотографии всех людей. Но там были все лучшие спортсмены мира и лучшие артисты мира. Все дарственные надписи. Все это было сорвано со стен его кабинета. И не знаю, ставите вы это или нет, но я считаю, что об этом нужно сказать. Но теперешний, поздний Озеров, его терзания и мысли не были интересны пришедшему на смену репортерскому окружению. Жанр диктовал другие подходы и темы. Знаменитый человек уходил, унося с собой тяготившие его обиды и тайны. Это был страшнейший удар, потому что человек, находившийся в зените славы, был, можно сказать, ударом, пинком, выкинутый из телевидения, который он считал своим. Для любого телевизионного работника даже не выступление в кадре, уже драма. А он был лишен своей профессии. Профессии, которую, по сути дела, он создал для всех своих коллег, для всех тех, кто потом пришел следом за ним на телевидение. Многие считали Николая Николаевича Озерова оптимистом и баловнем судьбы. Никто не замечал сопровождавший его восторженную жизнь затаенный излом, который Озеров из гордости скрывал от посторонних. Вот с одной стороны, он был всеобщий любимец, да, и его профессия говорит о том, что он был общественный человек. А с другой стороны, он все-таки был одиночкой. И не знаю, как это совместить. Но сейчас, когда я вот с вами разговариваю, я это почему-то очень остро поняла. Нет, конечно, была семья, были дети, которых он обожал. Но я не могу сказать, что он был веселый очень человек. Нет. Он довольно много грустил. Может быть, даже он не грустил. Вот глаза были грустные. В своей жизни Озеров не раз столкнется с предательством. Сколько друзей было в пору громких побед. И телефон буквально раскалялся от звонков. Но стоило уступить чемпионский титул в 47-м году, и телефон вдруг замолчал. Так Озеров впервые осознал, что настоящих друзей в жизни не так уж много. Пройдет почти полвека, и замечая, как при встрече в Останкинских коридорах его бывшие коллеги смущенно отворачиваются и прячут глаза, Озеров испытает не удивление, а скорее разочарование. Он был очень скромным человеком и старался, помогал кому мог, так сказать, своим сотрудникам телевизионным помогал. И вообще просто людям, к которым обращались, он всегда всем раздавал визитные карточки, они все звонили, мама на него ругалась, что телефон не умолкает, невозможно. И вот дома нет, а все начинают звонить. И мама работает как секретарь, трубку поднимает. С чем только, с какими просьбами к нему не обращались. И квартиры, и телефоны, и машины. Это он все пробивал, все делал для людей. И тоже одна из характеристик его высокой человечности, большой души. Немногие из тех, кого поддержал Озеров, вспомнят о своем благодетели в сложное для него время. А после его ухода немым укором останется летопись добрых дел в знаменитых озеровских тетрадочках. Ну, тетрадочки уникальные. Раньше же не было блокнотов, как сейчас говорят, ежедневников. Поэтому мама ему из общей тетрадки вырезала такие блокноты. И он помечал себе каждый день, расписывал, что он должен сделать. В 8 утра он должен позвонить в исполком такой-то. Маре Ивановне надо помочь с телефоном. Там туда-то съезди туда-то. Там председатель горосполкома. Он, значит, обещал квартиру, значит, работнику телевидения, там, такому-то. Я такого человека в жизни не встречал. По чувственности, по тому, как любить другого, по тому, насколько надо быть каким-то человеком доброжелательным, настолько доброжелательным, чтобы сделать ему приятное. По-моему, так, как это делал он, никто не делал. Его не нужно было просить. Он приходил на помощь, как только узнавал о беде. Когда в новостях сообщили, артист Владимир Винокур попал в страшную аварию и находится в реанимации одного из военных госпиталей Германии, Озерову первому удалось дозвониться в госпиталь. Николай Николаевич Озеров, он, как бы сказать, провел несколько сеансов психотерапии. Знаете, что это такое? Это лежать неподвижно на спине, три месяца на вытяжке, сложные операции, сложные переломы. И Николай Николаевич, который, в общем-то, болел здорово и знал, что такое ходить и не ходить. Он мне звонил каждый день по военной связи. Он по телефону брал у меня интервью, радийное интервью. Я наговаривал, накрикивал там ему. И потом сам слушал, потому что он обязательно это давал. Потом он брал интервью для газеты. Он говорил, ты должен всем доказать. Немцы сказали, что ты не будешь ходить, а ты должен доказать. Ты будешь наш мересив. Озеров знал, немецкие врачи вынесли Володе приговор. Ходить не будет, на сцену больше не выйдет. Но он также знал, поверить такому диагнозу, значит, смириться и навсегда отказаться от жизни. Он знал это наверняка. Через полгода он сам окажется на больничной койке. Недвижим. Февраль 93-го. Озеров возвращается в Москву из набережных Челнов, где вел открытие международной автогонки. После ухода с телевидения такие мероприятия составляют основной его заработок. Накопить на безбедную старость за годы успеха и популярности ему так и не удалось. А нужно содержать семью. Дети еще слишком молоды, чтобы взять эти заботы на себя. Мы абсолютно незажиточно жили. Я вспоминаю историю. К нам на дачу приехал Вячеслав Малежек, певец. И сказал, ой, а я не знал, что вы так бедно живете. Это смешно. Нет, действительно, папа хорошо зарабатывал. Он ездил, какие-то концерты были. Но это у нас все расходилось как-то на жизнь. Уже с трапа самолета Озеров спускается с трудом. В набережных Челнах он натер ногу. Ногу, которая и без того уже была повреждена. Три года назад в командировке. Утром по возвращении в Москву близкие вызывают Николаю Николаевичу скорую помощь. Больница, консилиум, хирургическое отделение, операция. Операция удачная. Озеров возвращается домой. Все идет вроде бы к выздоровлению. Но после одной из перевязок Озерова снова срочно увозят в больницу. Диагноз врачей страшен. Гангрена. Причина – диабет. Николаю Николаевичу ампутируют ногу. Перспективы самые мрачные. Больничная палата, белые стены. За окном – жизнь. А здесь всюду больничный запах, неотступная мысль, как жить дальше и нахлынувшие воспоминания. Вдруг он вспомнил популярную в те времена песню «Начни сначала». Озерову удается возродить Спартак. Он организовывает новые турниры для детворы, соревнования для инвалидов. Проводит спортивные фестивали в Чернобыльской зоне. Прикованный к инвалидной коляске, он работает за десятерых. Звонит начальству и спонсорам. Судится, доказывает, выбивает. И старается не возвращаться к телевидению даже в своих мыслях. Мне очень хотелось его пригласить вести репортажи. И это было уже возможно. На чемпионате мира по хоккею. Я даже позвонила ему. И он был тронут. И сказал, никогда больше я не вернусь. Потому что он был горд. У него есть семья, дети. Есть чем себя занять и где принести пользу. Но почему же усиливается чувство одиночества? И от воспоминаний все чаще щемит сердце. Ему не хватало внимания его учеников. Очень не хватало. Он надеялся на это. Что именно в тот момент они будут рядом с ним. А многие из них завоевывали карьерные места. Шли дальше. И уже это было им в напряг. Это уже не вписывалось в их карьерную лестницу. Вот это он очень тяжело переносил. Опять-таки никому об этом не говоря. Но это было видно. Поскольку он очень многим действительно помогал. И всем своим ученикам, и начальникам, и всей редакции. Вот естественно, я думаю, что им было очень больно. Им было очень больно. Но мне кажется, это было не предательство. Это просто обычная жизнь человеческая. Ну какое это предательство? В предисловии к своей книге Николай Озеров напишет. Чудо синей птицы заключается в том, что каждый раз, когда кажется, что цель достигнута, она не дается. Она улетает, но оставляет нам надежду. Осень 96-го. У Николая Николаевича Озерова остаются последние полгода жизни. И этот близкий уход не секрет для самого бывшего комментатора. Он часто появляется на публике. Ослабевший, похудевший, в инвалидном кресле. Точно упрямясь в какой-то гордости угасания. Не желая признавать свою физическую немощь. Им было очень плохо уже. В последние дни он мне звонил, сказал, «Зура, на моих похоронах споешь прощание с землей». Это четвертый акт Аиды. Из оперы Верди Аида. Радамес поет с Аидой прощальную песню «Прости земля» и «Прощай земля». Я это ему не исполнил, потому что я просто не мог это... Я это никогда не делал и не смог бы, потому что у меня душили слезы. Я никогда не смог бы это спеть. Но это я исполнил обязательно для него в концерте скоро. И посвящу ему этот дуэт. За его спиной часто говорили, что лучше уйти на два часа раньше, чем на минуту позже. Его обвиняли в косности и заштампованности. Такой Озеров оказался телевидению не нужен. Он ушел. Прошло без малого 20 лет. Чудес не бывает. За это время много хороших, прекрасных появилось артистов, рекомендаторов. Но подобных Николаю Николаевичу нет и не будет. Так должно быть. В 1997 году телевидение все же сделает подарок Николаю Озерову, присудив высшую телевизионную награду – премию «Тэфи». Тот человек, который сегодня получает эту награду, человек, которого почти на экране никогда не видели. Его узнавали по голосу. Я с огромным удовольствием, просто с чувством радости объявляю уже, конечно, известного вам человека – Николая Николаевича Озерову. Вручить награду успеют еще при жизни. Но все же опоздают. Я бесконечно счастлив, что вручена эта награда мне здесь, вручена моими родными, любимыми, товарищами по телевидению. Спасибо вам, что не забыли. Спасибо вам за все, что вы сделали для меня. Я приветствую всех чемпионов и призеров. Желаю им счастья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok